добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о плодах духа сегодня я хотел бы поговорить о верности верность это еще одно качество которое нам не принадлежит я более чем уверен что всякий раз когда мы с вами демонстрируем верность это работа духа святого мы живем в таком обществе где царствует ситуативность сегодня нам выгодно мы обещаем но как только приходит изменение ситуации мы отказываемся от наших обещаний форс-мажором стало абсолютно все особенно среди верующих прошу мы более искушенные знаете в науке отмазок я даже бы хотел как-то дойти до того чтобы провести чемпионат по отмазкам и думаю что очень многие из нас могут претендовать на олимпийское золото но верность это плод верность она в моей жизни в моем понимании ассоциируется с постоянством знаете если вы почитаете там новеллы да вот какие-то там труды древности вы обнаружите что слово рыцаря до слова офицера слова там человека мужчины это была самая высшая ценность наверное в любом обществе мужчина сказал он будет держать свое слово я читал несколько романов когда мужчина дававший слово рисковал умереть оставаясь верным многие люди предпочитали смерть они без чести когда он отказывался от своих слов сегодня мы живем в таком обществе где слово честь не играет никакой роли сегодня мужчины совершают поступки которые даже раньше женщины не могли себе позволить это было бесчестью для них сегодня мы живем в таком обществе где верность это найти это уникальность то есть верный человек это очень 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 редкое животное но дух святой который живет внутри нас он верно бог верный это одно из его имен это одно из его самоопределений бог верный и об там говорят псалмы об этом горит и ветхий новый завет бог верный вообще это его сущность он наделяет нас этим опять же когда мы с вами соединяемся с ним в наших отношениях мы строим эти отношения когда мы отдаем себя в его руки когда мы послушным и когда мы знаете не вот эти вот болванчики которым нужен список заповедена прилепить на холодильник и проверять сделал не сделал а когда мы строим эти отношения верность становится и частью нашей природы потому что мы как бы соединяемся с господом дух святой он работает в нашем сердце и он изживает вот эти ситуативные вещи он изживает из нас эти неверные вещи да когда мы даем слово не выполняем когда мы не до конца доводим когда мы просто говорим даже не подразумевает что мы будем это делать и он очень бдителен на эту тему во первых он учит нас не давать обещания вторых он учит нас говорить не там где нужно это сказать и в третьих он говорит если ты уже сказал нет или ты сказал да то ты должен уже вот разбиться но сделать и кто-то скажет ну как же если это придется заплатить большую цену ну так не открывай свой рот когда говоришь и обещаю что-то а перед тем как открыть ну ты подумай ситуация меняется каждую секунду если ты сегодня что-то пообещал а завтра изменилась ситуация да нет я даже вам знаете друзья больше скажу если ты сегодня что-то пообещал завтра обязательно изменятся обстоятельства и в обязательном порядке тебе придется что-то с этим делать я уже столько лет живу и это постоянно происходит поэтому когда вы даете обещание вы должны быть чуткими к духу святому и он будет вас учить он будет говорить подожди не обещай этого пожалуйста не обещай этого не говори эти слова просто замолчи ты не выполнишь это ты не сможешь это будет стоить тебе слишком дорого или может быть это будет тебе стоить жизни это глупо я очень часто был останавливаем богом когда я хотел кому-то что-то пообещать я благодарен духу святому что дал мне мужество в тот момент сказать нет нет не делает и я поступал так как он говорит и это сохраняло от больших больших проблем итак друзья верность это плод духа святого когда он учит нас думать перед тем как обещать не обещать то чего мы не в состоянии будем выполнить если уж пообещали он поможет чтобы мы во что бы то ни стало но выполнили